Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных, полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России Паризанской области, подполковник полиции Алешин Константин Петрович. Здравствуйте! Что входит в категорию детского травматизма? Что это? Добрый день! Детский травматизм – это очень серьезная проблема, которая особо актуальна в летнее время, когда у детей появляется больше свободного времени. Они чаще остаются без контроля родителей и больше времени проводят на улицах. Особая озабоченность у нас и на особом контроле находится в ситуации по дорожно-транспортному травматизму. Потому что помимо сотрудников ГИБДД данным контролем осуществляют сотрудники участкового полномочия полиции, инспектора ПДН, которыми осуществляется комплекс мер, направленных на выявление и пересечение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, допускаем несовершеннолетними. Данная работа на комплексные проводится как с разъяснительных бесед с детьми, родителями в учебных заведениях. У нас на текущий момент проведено более 300 таких лекций, бесед о недопустимости правонарушения в этой сфере. Но остаются случаи совершения дорожно-транспортных происшествий, в основном на мототранспорте, с участием несовершеннолетних. Так, на текущий момент у нас произошло 15 ДТП под управлением несовершеннолетних транспортными средствами. Но с целью профилактики этого травматизма, вызванного дорожно-транспортными происшествиями, мы проводим регулярно рейды. Как сотрудники ГАИ, так и отдельно сотрудники участковых и полномочных полиции и ПДН. Так, за полтора месяца текущих, которые предшествовали участковыми полномочными инспекторами, было выявлено 39 фактов на нарушений управления транспортными средствами несовершеннолетних без документов. За что родители привлечены к ответственности по статье 5.35 КОАП. То есть это неодлежащее воспитание несовершеннолетних. Данная работа у нас находится на особым контроле. Даже продолжается в постоянном режиме. Только на текущей неделе у нас выявлено 9 таких фактов. Это, ну, последний случай, это вот в Касимове, в деревне. В Лощинино трое несовершеннолетних катались на мопедах без документов. Ну, как бы на этих возрастах, 12, 14, 15 лет. Буквально вчера это в Шацке, в Сасове, в Кадами, в Петельно. Данная работа, она продолжается, как бы это, и проводится постоянно. Вы говорили о 15 случаях. Это за последний год? Да, это за текущий период 6 месяцев. Это дорожно-транспортное происшествие, где, как бы, пострадавшие несовершеннолетние. Именно мототранспортом. Чаще всего несовершеннолетние управляют мототранспортом в городе или в области? Нет, кстати. Вот с учетом летнего периода все уезжают в сельскую местность. И, как бы, в основном все нарушения, 80%, это происходит на территории района. Как отслеживают эти нарушения? Ну, путем проведения ридов в мероприятии, так и в повседневной нашей работе. Когда мы видим, как бы, останавливаем, выясняем, есть ли разрешение, либо документы, право управления. Если нет, то, соответственно, оформляем, вызываем родителей, составляем протокол. Какие последствия, если поймали несовершеннолетнего, который сидит за мототранспортом, ну, управляет мототранспортом? Ну, это составляется протокол на родителя, по статье 5.35. Потом он выплачивает штраф. Но самое главное здесь, как бы, последствия, и хотелось бы обратить родителей на это, то, что когда доверяете вы детям управлением мототранспортом, такие последствия могут наступить, как это жизнь, здоровье, подвергнутся угрозе. А также, ну, при составлении административных протоколов это негативно может повлиять на дальнейший выбор профессии. Как бы, поэтому хотелось бы на это особо заострить внимание, чтобы родители думали, прежде чем доверять детям управлением мототранспортом. Говоря о мототранспортом, подразумевается мопед или мотоцикл? Мопед, мотоцикл, скутер, квадроциклы, все это как бы... А если следовать закону, как, со скольких лет и с какими допустимыми разрешениями нужно управлять этим транспортом? С 16 лет можно управлять мототранспортом при наличии категории. Ну, водительское удостоверение может быть получено на право управления маломощными транспортными средствами лицами, достигшими 16-летнего возраста. Другие случаи у нас, как бы, законом не предусмотрены. Помимо водительского удостоверения, какие еще меры предосторожности должны соблюдать несовершеннолетние при езде на таком транспорте? Ну, это обязательно наличие мотошлема, ну и чтобы транспорта было само зарегистрировано в установленном порядке, соответственно. Что грозит родителям? Какой штраф и как все это может сказаться на дальнейшей жизни ребенка? Ну, опять же, при поступлении в какой-то профильный ВУЗ, как бы, смотрится, как характеризовался как сам несовершеннолетний, так и его родители. Поэтому, если он ранее привлекался к административной ответственности, либо его родители, то это, как может быть, одним из оснований, не принять его как на работу, так и на учебу в специализированное учебное заведение. Что касается штрафа родителям? Если привлекается с родителями до 16 лет, то привлекается с родителями по статье 5.35. Есть еще такой вид детского травматизма, как выпадение из окон. Как часто это происходит в Трязани и области? Ну, да, несчастные случаи связаны с детьми при выпадении из окон. В основном, это связано с москитными сетками. Это наше, как бы, зло. Но за этот период у нас случилось за 6 месяцев 6 таких случаев. Один, правда, трагический, да, связан со смертельным исходом. По итогам 2018 года у нас было 12 таких случаев. Ну, данные работы здесь проводятся, как бы, комплексно, не только органы внутренних дел по профилактике, недопущению таких случаев, но и остальными заинтересованными субъектами профилактики. Поэтому это очень, как бы, злободневный вопрос. Он освещается регулярно в средствах массовой информации путем разъяснений в средневной работе нами, так и путем раздачи листовок. Также вот мы подготовили отдельные листовки, у нас есть на эту тему, которые мы раздаем, чтобы предупредить данный несчастный случай. А если говорить о подобных случаях в Рязани на фоне других городов России, есть какая-то такая статистика? Да, но статистика везде одинаковая, как бы, да, это же случаи, как бы, их не предусмотришь, они, как бы, независимы. Просто хотелось бы родителей тоже предупредить, да, чтобы они принимали меры предосторожности, то есть, да, там, ну, не оставляли окна открытыми. Не ставили близко к окнам мебель, чтобы ребенок мог забраться, посмотреть, облокотиться, ну, и не дай бог, выпасть. Вот эти все меры надо соблюдать, чтобы предотвратить подобные случаи. Какое-то наказание грозит родителям? Нет, здесь, как бы, наказание, никого не кто смотрит, это, как бы, несчастный случай, здесь, как бы, наказание здесь больше, соответственно, моральное. Возвращаясь к мерам профилактики, то какие они? Это просто поквартирный обход или это? Ну, это разъяснительные беседы, как в ходе поквартирных обходов. Это публикации в средствах массовой информации, это на различных совещаниях, там, внутридомовых сходов. Все это везде доводится до людей, там, поэтому такая комплексная работа, которая не только нами проводится, органы внутренних дел, но и остальными. Потому что здесь же не только от нас это зависит, это как все доведут эту информацию. А если говорить про детский травматизм, выпадение, как и выпадение из окон, как давно произошел последний случай? В последний случай у нас был в территории железнодорожного района, слава богу, он без каких-то там серьезных последствий. Это было в начале июля, да, там ребенок выпал с третьего этажа. Но так получилось, что он спланировал и на этой решетке, и тяжких последствий не наступило. Если говорить о детях, которые лазят по заброшенным зданиям или по недостроенным зданиям, какие-то здесь, если дети будут пойманы за этим, какие-то здесь... Здесь как бы нет, так же никакого административного наказания им не предусмотрено. Мы в этом случае проводим проверку, выясняем причины и условия, способствующие данному происшествию, и вносим соответствующие письма, если это там собственнику, либо администрациям этих территорий заброшенных зданий, чтобы они устранили данные причины, откуда были совершены эти происшествия. Там здания, чтобы они как-то оградили, приняли меры к обеспечению безопасности, либо запреты доступа туда. Для предотвращения подобных случаев какие-то профилактические меры проводятся? Так же проводятся, я не скажу, такие же профилактические мероприятия, рейды по предотвращению, по осмотру территорий, по недопуску, чтобы были территории, эти огорожены. В случае... Ну, это в основном работа нас участковых, полномочных, инспекторов ПДН, когда на своем участке они видят данные заброшенные территории, они вносят предложения в администрацию, либо на территории города Рязани, это по недоступу на крыши домов, чтобы, да, мы в случае, если там, опять же, такая тенденция по деланию красивых селфи, тоже очень опасная ситуация может возникнуть. Поэтому мы регулярно, ну, даже и сами управляющие компании, и мы указания направляли, чтобы провести работу, да, в это направление, чтобы все чердачные, подвальные помещения, допуск на крышу был закрыт. Если обычный человек заметит, как по какому-то заброшенному зданию или по недостроенному зданию лазают дети, куда он может обратиться, чтобы сообщить об этом? Звонить на 02, либо в сотовый КДК, по сотовому телефону, там 102 какие-то там сейчас номера, и сообщать примеры, реагирование, соответственно, сразу по недопущению, предотвращению данных фактов. Если говорить обо всех категориях детского травматизма, о которых мы поговорим сейчас, то есть выпадение из окон, мототранспорт, заброшенные дома и просто крыша домов, какие самые суровые несчастные случаи были вот на вашей памяти или в статистике? Самое опасное, самое последствие – это у нас мототранспорт. Как бы это жизнь здесь страдает больше всего, и самое наступает тяжелое последствие в эти случаи. Потому что, как видите, уже 15 ДТП совершено в этом году, как бы за каждым ДТП стоит здоровье ребенка, поэтому один трагический случай у нас уже был в этом году допущен. Поэтому наш это уже зафиксирует факт, что он едет, предотвратить, остановить его и привлечь к ответственности родителей. Но так вся основная ответственность здесь лежит на родителях и законных представителях, чтобы они понимали меру ответственности, когда они доверяют своим детям управления, и понимали, что нельзя такое допускать. Какой-то самый запоминающийся случай можете рассказать несчастным, приведший к гибели? Вот на территории Скопинского района у нас был совершенно ДТП, где погиб ребенок, когда управлял автотранспортом. А что там было? Да, просто падение, справились с управлением, падение, и девочка получила телесное повреждение, которое впоследствии скончалось. А сколько ей было лет? Было 15 лет. Напоследок какое-то напоминание профилактическое нашим телезрителям, родителям скажете? Ну, я уже сегодня на протяжении всей передачи говорю, что родители, обращайте больше внимания своим детям и не допускайте управления мототранспортом. Смотрите за закрытыми, чтобы окна были закрыты. Но если вы открываете окна, то в присутствии, чтобы это у вас все находилось. Ну и больше общайтесь с детьми. Когда вы общаетесь, вы знаете все их проблемы, чтобы они не усугублялись. Константин Петрович, спасибо вам большое, что стали нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова